Продолжение следует... 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 У нас есть костяк команды, человека 4-5, которые начинали с первого курса. Со временем мы играли как физкультура, у нас в КПИ мы играли, смотрели кто играет, кто ни раз, 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 ни раз. Мы смотрим, предлагаем, общаемся, потом вместе дружим и делаем команду. То есть никакого отбора, никакой серьезной команды, чтобы отборнув. Средневрочной базой, конечно, но пока без отбора. Я понял. Коль, говорят, что у тебя самая дорогая транспортная цена, это правда? Нет, я не слышу про то, что да. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, станешь ли ты бомбардиром в этом сезоне? Ну, четвертая линия. По моей позиции я больше как опорный, то есть я сдаю передачу. Вот по кількости горлов передач, я думаю, буду боротися за место. А по газобетамогам будут мои бомбардиры. Это то? Ну, это Женя и Стасик. Женя, то есть ты намерен просто бороться и показать в каждом кармане, да? Да, в каждом минуте баллисты. Серьезно, вот реально там на поле там выходят шесть человек. Ну, позицию вот реального бомбика, у нас тут вот пять, да, еще в пустых позициях. Будет ли у вас борьба? Или вы, так будет, с вами, приезжающие именно шесть человек? То есть где будет все замена? Нет, у нас есть люди, которые будут, у нас уже как-бы есть замены. То есть вместо меня, например, будет Янша выгодить, вместо Максима, например, Стасик. То есть уже четко есть люди, которые будут вместо кого-то выгодить. Ну, изначально Максим говорил, что у нас нет задания там завоевать какие-то трофеи, турниры. Так было бы приятно. Но главное наиграть и для турниров АПИ. Наиграть команду. Ну, кто у вас будет заниматься вот именно заменами? Замена. Ну, капитан у нас Максим. Макс, то есть ты уверен, что ты... Ну, ты знаешь, что будешь конкретно. Так. Женя занес, я еще рад. Ну, то есть, как же я уже сказал, мы с первого курса разом играем. Я уже приблизно, мы все знаем, как ты играешь, где ты играешь. Уже позиции более-менее играны. Ну, и то есть, чтобы больше играться. И, в принципе, понимаем, как мы это понимали. Примерно 10-15 минут, ставим чёртный таймер, то есть, чтобы все скидались, как и по грошу, так и все могут играть. То есть, получать удовольствие, получать удовольствие. Да. Как вы думаете, какой футбол сильнее? Запорожский, Черкасский? Ну, я думаю, здесь нет вопроса. Я так посчитаю. Запорожская волонтерная футбольная рига – это самая лучшая школа. Запорожская? Да, такого не могуче? Всё забавно? Ну, как бы. Здесь можно, да? Есть, уже 600 часов. Но лучше – РУ. Все же. Запорожская тоже неплохая. Хорошо. Уже стандартный вопрос. Как вы думаете, прегрепы, вы уже, наверное, у вас и игры были, практика была. На какую известную мировую команду похожа ваш стиль, ваша игра, вашей команды «Маяк» – то есть «Маяк» – это «Герейт» Карсегора? Я тоже… Дело в том, что мы сейчас тренируемся, у нас 3 человека, а 3, которые тренируются у одного тренера, он в области тренера в Украине, он занимался и за зеркалами тренировал, и в общем он нам ставит сейчас футбол, и вот этот футбол вообще как, то есть динамовская школа, там может быть дизайфер вообще, то есть какие-то, какие дизайферы, Ну она ближе всего, динамовская школа, это более нам понятно, динамовская школа вообще, это, великая школа, Бановский сделал футбол, вообще сделал футбол, можно сказать, не случайно, поэтому и думает там Есть ли еще девиз, как бы там, маяк, даже песня Он на рейтону вроде бы, да, можно пару слов, которые сейчас так, там шалом, по сути, и по сути, и маяк игра Ого, ничего себе, у вас вообще круто, да. Молодцы в этом плане. Скажите, пожалуйста, вот последний вопрос. Ваша команда, как вы считаете, в Копентону, помните, какая-то позиция еще есть свободна? И кого, если у вас была возможность мировых звезд пригласить на эту позицию, то кого вы выбрали? Братаря, я пригласил. А кого, ну, ноя. У всех этих людей? Да, да. Ну, у нас просто, у наших игроков, ну, единственное, что вратарь не наш, не сборный. А так, практически все сборные, ну... То есть, какие виды, какие у вас есть? Ну, он наш, тоже наш, он, как бы, будущий вратарь сборный. Ага. Шеверят шаль, как молодые вратарь, я не знаю. Ага. Да, да. Да, да. Да, 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 да. Ну, я не понял. Самые сейчас прыгучие, самые сейчас такие выступления. Наверное, они выйти через 12. Ну, другого. Ребят, на самом осенье, когда уже какой-то итог будет, чтобы вы пришли тоже, можно сказать, как и о ваших успехах. И вот так, к последнему видео, хотелось бы узнать, как думаете, вы будете командовать первого, второго, так? Как считаете? Тобой. Тобой, да? Тобой, да? Ну, вы молодые, у нас хватает сил. Хорошо. А когда вы думаете, вот сколько вы сможете забить голову до перерыва именно в 15 уровня, до 15 игр, сколько забили? Хоть бы один показать. Что-то не пессимистично, но на самом деле, я говорю, на эти словки. Назовать в 16. 60, да. Ну, где-то, да. Ну, и назовите мне просто фамилию у человека, который откроет счет по вашим мячам. Коля в сезоне. Коля готов? Или же? Да. И 8. Спасибо. Спасибо огромное. Хорошо, вот так команда готова каждый забить. Хорошо, тогда, наверное, ваши пожелания, хотелось бы услышать о команде «Маяк» на этот сезон непосредственно. Команде «Маяк»? «Маяк». Удачи вам! Вообще, я думаю, «Маяк» нужно пожелать, самое главное, успехов у вас всех турниров. Главное, конечно, у нас сейчас на первом месте турнир по КПИ, потому что мы с первого курса. Это как мечта такая была, выиграть вообще и хорошо сыграть. Ну, и чтобы не было никаких травм, самое главное. Потому что у нас есть игроки, которые травмированы и сейчас играют на уколах. У нас парень играет, заболевший будет завтра день. Поэтому, чтобы всем были здоровы, чтобы было все в порядке. Хорошо, спасибо. Пусть Бог будет вас, вашей семье, ну и пусть Бог будет вашей страны. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok